Все, да? Можно? Значит, у меня есть поползновение, еще минут 20 поговорить про какие-то общие вещи, значит, и потом я уже перейду к конструкции. Значит, смотрите, мы как бы в прошлый раз говорили, что такое L-бесконечность, морфизм. Давайте для начала ограничимся, просто нам другое все равно не понадобится, DG-алгебр-ли. Ну, как бы говорится, что с каждой G, которая DG-алгебр-ли, мы связываем ее комплект с Шеволей-Ленберга, которая, значит, с постоянными коэффициентами в поле, которая, значит, это DG-ко-алгебра. Но я не буду снова выписывать дифференциал, но он такой как бы квадратичный, помните. Вот. И, значит, по определению, значит, L-бесконечность отображения, DG-алгебр-ли, G1, там, F, ну, U, G2, это отображение, значит, вот этих комплексов C, G1, H, только вот с плюсиком, да, то есть без постоянного члена. То есть этот комплекс начинается вот так, G, лямбе-квадрат G, вот, без постоянного члена, и вот это вот стоит в степени минус 1, это в степени минус 2 и так далее. То есть как, если забыть о дифференциале, это симметрическая алгебра от G, сдвинута на единицу, но на ней есть еще дифференциал, вот, который является кодифференцированием, соответственно, структуры коалгебры. Вот это коалгебра, вот, и, значит, G2, K, вот, и я в прошлый раз, как бы, говорил, что смысл, да, и это должно, значит, быть первое отображением коалгебры, ну, комплексов, конечно, DG, ну, да, можно сказать, что это отображение DG-коалгебры, тогда первое и второе получаются вместе. То есть это, значит, должно быть согласовано со структурой и коалгебры, и дифференциала. Ну, вот, Концевич то же самое говорит следующим образом. Вот рассмотрим вот эту вот, ну, вот, как бы без единицы функции на G, сдвинутом на единицу, и на… Просто я это скажу, как бы, для того, чтобы это иметь в виду. На самом деле мы сейчас это немножко перефразируем. Вот, и вот здесь вот есть некоторое, как бы, поле Q1, то есть Q2, это, значит, вот, собственно, поле векторное, это Q дифференциала, степени плюс 1, да, Q всегда будет степени плюс 1, и Q с Q равно 0, то есть скобка, так как это нечетное поле, то скобка Q с Q априори не равна 0, это там, она равна 0 априори для обычного четного поля, а для нечетного нет. Она равна, она равна как бы 2 Q в квадрате, с одной стороны, если мы как бы рассматриваем, как она действует на функции, да, то есть это как бы оператор, он первого порядка, несмотря на то, что это квадрат оператора второго порядка, первого порядка, несмотря на то, что это квадрат оператора первого порядка, просто из тех соображений, что это скобка двух векторных полей, каждый из которых Q, и так как там из отчетности мы получаем не 0, а q в квадрате. То есть это 0, но априори это как бы оператор, если были бы любые 2 q1, q2, то это было бы значит q1, q2 плюс q2, q1, и это был бы оператор первого порядка, то есть как бы члены второго порядка, они бы взаимно сократились. В данном случае со знаком плюс именно из-за этой четности. То, что это векторное поле, это означает, что мы используем, грубо говоря, что d в квадрате f по dx dy равняется d в квадрате f dy dx, но как бы если y и x нечетные, то тут будет знак минус, потому что если x и y нечетные, и вот из-за этого получается такая фигня. Понятно, да, я говорю? Вот, значит, окей, и мы хотим, значит, вот тут есть как бы векторное поле, нечетное, а гомологическое, то есть которое в квадрате равно нулю, и тут тоже. И вот Максим вот то же самое говорит, что это нелинейное отображение, нелинейное отображение, значит, g1 на единицу, g2 на единицу, которое коммутирующее с этими векторными полями, с q. Ну то есть то, что оно нелинейное, это, собственно, легко сказать, это нелинейное отображение, это то же самое, что пространство, то же самое, что любое отображение алгебр функций. Но в данном случае q-алгебр как бы это то же самое. То есть это вот условие без вот этого, потому что это нелинейное отображение g1, g2, это просто очевидно, потому что это просто отображение q-алгебр. Но дальше мы говорим, что тут есть это q и тут, и это рассматривается как кодифференцирование, и это должно быть отображением q-алгебр, которое согласовано с кодифференцированием. Значит, то, что я в прошлый раз объяснял, это то, что вот эта фигня, это то же самое, что если взять комплекс Харрисон, вот просто вот Хомы, все такие вот, dg, q-алгебр, это то же самое, что Харрисона вот из этого дела c плюс g1 в k, значит, в g2 просто, и да, да, вот так, да, да. А, и вот это вот, значит, свободное как бы алгебры ли, но мы это говорили в прошлый раз немножко, то есть все вот это с дифференциалом каким, то есть все вот это вместе, это резольвента, резольвента типа как бар-ку-бар резольвента g1. То есть мы, грубо говоря, вот смысл этого определения в том, что мы вместо того, чтобы строить отображение dg-алгебр ли из g1 в g2, вот, просто отображение dg-алгебр ли, мы строим, значит, отображение из некоторой резольвенты g1 в g2. Естественно, каждое отображение вот такое, оно при композиции вот отображения из резольвенты сюда, оно дает такое, но не наоборот. То есть это немножко как бы с одной стороны расширяет наши возможности, с другой стороны, как бы всю информацию, которую мы можем получить из такого, ее можно гомологическую, можно получить из такого, да, то есть вот это был месседж как бы прошлого раза более-менее, который слишком затянулся. Вот, дальше была, значит, формула. Давайте мы ее выпишем, потом прокомментируем. Значит, я вот не больше 20 минут буду сегодня на эти общие вещи, так сказать, говорить. Вот, значит, давайте мы… А, вот тут предлагают люди называть это не у, а ф. Ну, хорошо, пусть будет ф. Значит, вот пусть ф из g1 в g2, это значит л-бесконечность морфизма. Значит, теперь что это значит? Ну, мы как бы говорим, что вот это вот отображение из g1 в k в g2 в k, оно, значит, задается своим проекцией в когенераторы, в g2 с двененной на единицу. Это любое отображение коалгебр. Это любое отображение коалгебр, не dg коалгебр, а коалгебр, в ко свободную задается таким образом. И, собственно, вот мы… Я обещал в прошлый раз, значит, это как бы объяснить. Вот смотрите, пусть вот это вот f, тогда действительно… Я хочу сейчас показать, как восстановить вот это вот как бы f с крышечкой, да, по f. Которое… Вот это f может быть на самом деле любым. Условие, что это… Ну да, условие, что это как бы отображение dg коалгебр, это позже возникнет. Сейчас это просто отображение коалгебр. Тогда может быть любое… То есть сейчас мы забыли о дифференциале. Тогда это может быть любое такое отображение. Вот. Ну и дальше, значит, у нас на этом есть коумножение. Значит, как можно восстановить f hat. Ну, на самом деле, это вот аналог формулы Тейлора. Для формулы, что мы… То, что я сейчас говорю, это то, что хом в векторных пространствах из v в, допустим, a, где a – коммутативная алгебра. Коммутативная алгебра – это то же самое, что хом в алгебрах из симметрической алгебры v в a. Вот. Но тут хорошему надо, конечно, написать, что это забывающий функтор от a. То есть мы a рассматриваем как векторное пространство. Вот. Ну и, соответственно, вот как мы такое делаем? Мы просто как бы говорим, что вот у нас есть, значит, на v оно задано, а как сказать, что такое вот этот f от v1 умножить на v2? Ну, ясное дело, что это такое. Это нужно взять f от v1, там умножить f от v2, и… Ну да, если a коммутативно, то больше ничего делать и не надо. Ну, в общем, как-то так. Ну, в крайнем случае, там надо следить, надо нам делить на факториалы или не надо. Ну и так далее. То есть мы как бы продолжаем. Вот мы хотим то же самое сделать здесь. Это оказывается несколько более сложно. То есть вот если мы хотим то же самое проговорить тут, мы должны вот этот вот f hat от любого элемента омега, да, вот омега принадлежит, соответственно, c плюс от g1k, и мы должны написать это таким образом, что это f1 от омеги. То есть оно будет, значит, принимать значение вот в этом деле, в его симметрическом квадрате, симметрическом кубе и так далее. Это будут вот эти компоненты. Плюс, то есть нет, f от омеги, вот не f1, f от омега, плюс 1 вторая f умножить на f, ну или скажем так, f так умножить на f, примененная к, значит, дельта омеге, плюс 1 шестая f умножить на f умножить на f, примененная к дельта в квадрате омега, плюс так далее. То есть это на самом деле, если вдуматься, то это… Ну вот можно показать, что эта формула задает отображение коалгебр, и что на самом деле это вот ровно то, что происходит вот здесь. То есть джанкшн, я хочу написать как бы дуальный джанкшн, и происходит это таким образом. То есть вот здесь я должен как бы, вот видите, я делаю умножение, а тут я как бы делаю к умножению. И что важно, что тут вот эта штука, будучи бесконечным рядом, она на самом деле на каждом омега конечна. На каждом омега сумма конечна. Просто потому что, ну, если омега принадлежит там симметрической n-той степени, там от g сдвинутого на единицу, то n-той, как бы если мы n раз применим к этому омеге, как его называют, к умножению, то мы получим 0. По следующей причине, потому что если мы вот имеем там от g, вот это g на единицу генераторов, оно уже равно 0. Если мы как бы применяем дельта 2, вот, то есть, да, если мы дельта 2 применяем, как бы, например, к g на единицу умножить на g на единицу, да, то это у нас лежит в g на единицу, вот, симметрический квадрат g на единицу. Ну, то есть вот давайте так, что тензорный квадрат g на единицу. То есть это уже два примитивных элемента. Если я теперь третий раз применю, нет, тут вот только, да, тут дельта надо написать, да, поэтому если я теперь еще раз применю дельта, вот здесь оно применяется диагонально, как дельта умножить на дельта. Но очевидно, что я получу 0, да, то есть вот в этом конкретном случае. А в общем случае, если у меня n-тая степень, то единоразовое применение, да, то есть она симметрическую n-тую, когда я один раз применяю, оно делает сумму по a плюс b равно n симметрическую a-тую умножить на симметрическую b-тую, потом еще раз и так далее. И причем a-b больше либо равно единице каждый раз. То есть максимальная степень понижается. И поэтому, когда я так сделаю n-раз, то у меня получится уже там, что на предыдущем шаге у меня одни линейные, поэтому получается 0. Потому что на линейных этих гигагенераторах к умножению равно 0, да? Понятно, да, что я говорю? Понятно? Или не очень? У нас вроде была внешняя алгебра. Симметрическая алгебра, да, симметрическая алгебра от v сдвинутого на единицу. Это, я же, помните, объяснял, это то же самое, что внешняя алгебра от v, вот k-тая, если взять, вот сдвинутая на k. Ну, потому что у нас же в нашей вот этой симметрической моноидальной категории, как бы, что такое симметрическая? Это значит, что когда мы переставляем, там, мы используем брейдинг в симметрической моноидальной категории. А брейдинг так устроен, что когда мы переставляем элемент четности одной и четности другой, возникает знак минус 1 на произведение четностей. Поэтому если мы переставляем два нечетных элемента, возникает минус 1. Вот, поэтому если мы, ну, вот это как бы просто это вот из-за этого, как мы определяем, да, если вдуматься, то вот как мы определяем, то у нас есть некая вот большая, та самая симметрическая моноидальная категория. И вот симметрическая, это означает, что у нас есть вот некоторое такое отображение, что ли. Вот, и это отображение, это не просто перестановка, а это перестановка со знаком. Мы его так определяем. То есть если мы переставляем элемент степени а и b, у нас возникает знак минус 1 в степени там v, w, вот, двух элементов. Поэтому, так сказать, если вы вдумаетесь, что нам нужно, чтобы определить вообще, что такое коммутативное там алгебра или коалгебра, то на самом деле нам нужно будет в какой-то момент вот знать, как мы переставляем. И тут мы вот эти факторы, и тут на самом деле это делается с помощью некоторой раз и навсегда заданной хреновины, которая есть симметрический брейдинг. Из-за этого это возникает. Понятно, да? Вот. На самом деле более такой, не знаю, по-другому люди об этом говорят, что это правило знаков кашуля. Но когда они говорят правило знаков кашуля, это, собственно, это и означает, что вот этот симметрический брейдинг так и определяется. Ну вот, да, то есть остальное понятно, да, что для каждого конкретного омеги эта, значит, фигня оборвется, да. Ну вот, поэтому, значит, если вы хотите задаться вопросом, значит, значит, теперь, ну вот мы хотим написать, что вот это все значит. Вот, то есть давайте только f его обозначим, а не u, как учат люди. Вот, давайте, да, хотим обозначить, что это значит, значит. Ну, стратегия действий такова, что вот если у меня есть вот такой f, я хочу написать, что вот это вот f с крышечкой, после того, что я вот эту штуку сделал, на самом деле коммутирует с этими q, с верторными полями. Ну вот, вы, собственно, это можете сделать руками. Сначала надо сделать так, потом снова спроецировать это с крышечкой и в когенераторы. Ну давайте я просто выпишу ответ. Потому что он нам нужен будет на самом деле, потому что мы же что-то такое будем как бы производить сегодня. Вот, значит, ответ у нас такой, что вот как бы скобка d с fn, сейчас объясню, что это такое, вот гамма 1, гамма n. Да, видите, тут вот у меня уже внешнее, внешнее действительно, или точнее не у меня, а где я смотрю. Значит, вот эта вот штука, она определяется как d, 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 в смысле, вот когда я должен вот эту вторую, ну да, d, d, ну как d же алгебры лишь у нас, мы забыли, ну да, d, fn, а нет, вот так вот, d, fn, d в g2, fn от гамма 1, гамма n, значит, минус сумма, тут, значит, со знаками fn гамма 1, d g1 гамма i, гамма n. Ну да, значит, знак здесь складывается из знака fn, то есть здесь стоит минус единица, знак fn, который, как мы знаем, да, сейчас мы его напишем, и умножить, я так думаю, что на сумму гамма 1 плюс гамма и минус 1, как-то так, потому что это должно там еще с предыдущими и минус 1 там. Да, а fn у нас, соответственно, вот эта проекция на когенераторы, это значит отображение из внешней степени, давайте так напишем, симметрической степени g1 сдвинутого на единицу, в g2 сдвинутого на единицу. Если мы теперь хотим избавиться вот от этой мистики нечетных элементов, то мы говорим, что это то же самое, что лямбда n от g1 в g2, и вот это сдвинутое на единице минус n, вот отсюда, да, здесь получается сдвиг на n, то есть у нас, грубо говоря, fn имеет степень единицы минус n, которую мы должны сюда подставить. Тоже понятно, да, это как бы связано с предыдущим вашим вопросом, тут тоже такая, понятно, да? Ну вот, да, значит, вот это вот так я определяю вот эту вот штуку, и вот она должна быть равна, это как бы линейные члены q, у нас в наших полях q есть линейные члены, это дифференциалы и квадратичные, которые задаются скобкой. Вот, и это должно быть равно 1,2, значит, сумма по k, l больше либо равно 1, по k плюс l равно n, тут, значит, 1 на k факториал, 1 на l факториал. Хорошая задача, это, ну, упражнение, получить эту формулу вот из тех соображений, которые были сказаны здесь. Вот. Сумма по всем перестановкам. Давайте сотру, чтобы она красивше выглядела, а это вы уже запомнили. Вот, значит, тут будет плюс-минус, тут будет fk скобка от гамма сигма 1, гамма сигма от k, значит, fl гамма сигма k плюс 1, гамма сигма n, вот, и это, соответственно, скобка, естественно, в g2. Да, и это, значит, должно быть плюс сумма по i меньше, g, значит, плюс-минус fn минус 1, и тут мы берем, значит, гамма и т с гамма житым, вот, а тут мы перемножаем все остальные, за исключением гамма и тах, гамма и това и за исключением гамма житого. Такая запись означает, что мы его пропускаем. Вот, все, значит, ну, знаки тут, конечно, надо как бы специфицировать, но вот этот знак я, ну да, ну давайте пока мы на эту тему, значит, не будем говорить, потому что нам пока это не нужно. Вот, значит, упражнение, вывести эту формулу вот из этих соображений, то есть как бы по f построить f-hat, и потом написать, что значит, что это f-hat коммутирует с этими полями q, и мы получаем в точности вот это. Окей? Я думаю, сейчас понятно сказано. Вот, все, прекрасно. И нам надо главное, чтобы понимать, что на самом деле мы делаем, а именно мы делаем вот отображение из резольвенты g1 в g2, то есть мы делаем вот разумную вещь довольно. Все, значит, последнее, что я хотел на эту тему сказать, это такая замечательная формула. Вот, пусть вот α в g1, 1, это значит удовлетворяет Мару-Картану, то есть это значит d α плюс половина α с α равняется 0. напишем такую вот вещь, f, f это из g1 в g2, значит, это L бесконечность морфизм, и у него, значит, компоненты, соответственно, это fn из лямбда n в g1 в g2 с 9 на 1 минус n, да? Вот, тогда напишем f со звездочкой от α, что у нас будет по определению равняться f1 от α плюс половинка от f2 от α α плюс 1 шестая от f3 от α α плюс так далее. Вообще говоря, вот тут уже это может быть бесконечный ряд, и тут поэтому обычно как бы нужно париться про сходимость. И вообще, чтобы это имело смысл, как бы обычно люди вводят сюда, заменяют α на какую-нибудь там формальную вещь, h bar α, где h bar это там формальный параметр, и поэтому тогда эта штука, будучи рядом от h bar уже, ну, с какими-то коэффициентами, она, ну, вопросов сходимости как бы не возникает. Значит, утверждение, что тогда, значит, f со звездочкой от α удовлетворяет мару картану в g2. То есть это означает, что d g2 f со звездочкой от α плюс половинка от f со звездочкой от α равно 0. Вот такая замечательная формула, и это является, это для нас очень важно, и это является проявлением как бы, ну, можно, конечно, немножко было бы пойти дальше, можно было бы спросить, окей, но мы же еще знаем, что наш настоящий функтор деформации, это не только там уравнение мару картана, а еще действие калибровочной группы. То есть можно было бы как бы экспоненты действия этой, да, то есть алгебры, можно было бы сказать, что там еще это действие переходит в действие посредством или бесконечный сморфизма, это тоже можно сказать, но пока вот чисто для... Нет, на самом деле вот это уже довольно нетривиальная вещь, потому что это означает, что если вот мы хотим, например, построить вот этот вот эльбрисконечный сморфизм из поливекторных полей от v в симметрическую, в Хоркшильда, от симметрической алгебры от v со звездочкой, то вот здесь вот альфа это просто пуассоновое бивекторное поле, бивекторное поле от v такое, что π, ну альфа, да, значит, альфа с альфой равно нулю в смысле скобки с Хоутома. Дифференциал тут равен нулю, поэтому по определению. И вот мы хотим построить эльбрисконечность. И если мы... То есть это означает, что эта формула даст нам по вот этому вот альфе, она нам даст, ну на самом деле то, что мы делаем, это мы как бы тут пишем вот h бар альфа, если честно, да, и просто чтобы сходимость была. И вот у нас есть какой-то эльбрисконечный сморфизм, и мы вот туда подставляем в эту формулу h бар альфа. И это нам даст некоторое решение этого самого Картана в комплексе Хохшильда. То есть это уже совершенно нетривиальная вещь, потому что вот это вот уравнение здесь, вот, который удовлетворяет алимент, который в первой степени удовлетворяет Мару Картану, то есть он удовлетворяет df со звездочкой от альфа, там плюс половинка f со звездочкой от альфа, f со звездочкой альфа равно нулю. И это означает в точности, как мы знаем, что если мы напишем f умножить на g плюс f со звездочкой от альфа от f умножить на g, то есть вот если мы, ну это же как бы, вот это f со звездочкой от альфа, это в любом случае элемент первой степени, то есть это принадлежит хому из а в квадрате в а, в комплексе Хохшильда, где а это симметрическая алгебра. То есть это означает, что вот мы строим такой вот элемент, причем строим совершенно единообразно по универсальной формуле, и значит, если мы теперь применим его к двум функциям, напишем вот такую вещь, то это будет снова ассоциативное умножение. Потому что, помните, мы доказывали, что уравнение Мару Картана в Хохшильде, это в точности то условие, что старое умножение плюс это уравнение Мару Картан, то есть я напомню, что у нас было такое, что альфа в Хохшильде от а в квадрате, ну лучше в си написать, в а, вот, принадлежит Мару Картану от Хохшильда от а, тогда и только тогда, когда, значит, некоторое произведение, которое определяется вот таким образом, старое плюс пси от а в b, оно ассоциативно снова. Вот, то есть в этом смысле мы, ну там можно посмотреть, что вот то, что мы таким образом получаем, оно в линейном члене будет как раз выглядеть, как вот это альфа, то есть мы таким образом можем паусонную структуру проквантовать. То есть это является как бы проявлением, ну если бы у нас было бы честное отображение алгебры Ли, вот не такое, не из резольвенты, а настоящее, вот из G1 в G2, то, конечно, мы бы просто взяли альфа тут и перевели бы его вот просто в f от альфа, если это честное отображение. Это было бы уравнение Мару Картану тут. То есть просто вот то, что тут сказано, это то, что, значит, на самом деле, вот, ну это как бы является подтверждением того, что если у нас тут резольвента, то ничего плохого не происходит, потому что мы можем, ну, чуть-чуть более сложную формулу написать, но суть та же, да? Значит, теперь вопрос, почему это решение уравнения Мару Картану? Вот, кто знает. Ну, в общем, я это позволю себе объяснить не так, как это делает Максим, потому что, как мне кажется, вот как он делает, это оставляет некоторую завесу туманности. Про вот эти Q многообразия он говорит. Ну, сейчас мы посмотрим. Вот, но вообще нет, мысль, конечно, давайте я проговорю, что Максим говорит. Он говорит, что вот если мы проводим аналогию с, значит, коммутативными пространствами и алгебрами функций, то у нас, вот, допустим, есть там одна окрестность, отображается в другую, чисто коммутативная, да? И вот пусть тут есть, значит, некая F, и пусть тут есть, значит, векторное поле, допустим, даже четное, и Q2, тогда, если мы применим якобиан вот этого самого отображения F к точке X и, ну да, нет, то есть мы применим вот Q в точке X, то есть мы посчитаем в точке X, то мы как бы требуем, ну да, то есть то, что это коммутирует с векторными полями, это означает, что это Q в точке F от X. И на самом деле то условие, ну, Q2, это 1, а это 2. Вот, и условие на самом деле вот именно в этом, то есть наше условие, что это коммутирует с векторными полями, а Q1 и Q2, оно как бы интерпретируется у Максима таким образом, то есть что вот эти решения уравнения Майора-Картана, это как бы нули векторных полей. Но я сейчас объясню, что это такое на самом деле. И вот поэтому он говорит, что если у нас есть нелинейное отображение, вот, которое сохраняет в этом смысле эти векторные поля, то оно переводит точку, в которой первое поле обращалось в ноль, в точку, в которой второе поле обращается в ноль. Ну да, 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 но я это люблю говорить немножко по-другому, более может быть алгебраично. Что? Давайте я сейчас скажу это как-то немножко по-другому, потом вернемся, ладно, если позволите. Вот, значит, вот у нас есть наша замечательная формула, которую я больше всего люблю, что А в, значит, вот в эту самую С от G там с плюсиком, это то же самое, что Майор-Картан, где А это коммутативная коалгебра, коалгебра и это хом ДЖ коалгебр, да. Вот, это то же самое, что Майор-Картан от этого хома из А в G, то есть вот, то есть где вот это уже в векторных пространствах. Вот, то есть мы объясняли, что тут есть, значит, convolution bracket, это означает, что А отображается там в тензорный квадрат А с помощью коумножения. Дальше тут есть, значит, вот, если есть два элемента отсюда, F и G, то можно написать F тензорно на G, это отображается в G тензорно на G, а тут есть скобка, ли, G, да. И вот то, что это все вместе, у нас даст некую, на самом деле, скобку степени 0 на этой штуке. Вот, и у нас была такая формула много раз. Ну, теперь как нам эту формулу в данном, значит, для данной задачи применить? Ну, это просто говорит, что если я вот поставлю А, равно просто полю, то есть полю, на котором коумножение, ну, от поля это просто там, ну, я не знаю, единица на единицу, грубо говоря, да, то есть это как бы групповые элементы. То есть дельта от единицы равняется единице умножить на единицу, и дальше по линейности оно расширяется, как бы, да. Вот, тогда, значит, хом из этой самой единицы, хом в векторных пространствах, из единицы в G, это то же самое, что G, правильно? Только, конечно, должен быть внутренний хом, вот, то есть это хом, который комплекс сам по себе, то есть это не, ну, да, то есть тогда, значит, верно вот это, да, то есть хом, когда мы дифференциалы счетом накладываем, да, понятно? Хом не в векторных пространствах, а хом в комплексах, то есть вот в C от векторных пространствах, если честно говорить. Ну вот, да, то есть мы, значит, получаем, что Маур-Картан, давайте я где-нибудь напишу, чтобы было почище, что ли. А? Еще раз. Вот, вот здесь говорите? Ну, алгебра ли, естественно, потому что, ну, на самом деле мы их рассматриваем сейчас как векторные пространства, но это, на самом деле, мы знаем, что это алгебра ли, естественно, предположить и доказать в одну строчку, ну, то есть как векторные пространства, это очевидно, но можно показать, что и скобка согласована, это просто очевидно, потому что если у нас есть два элемента, вот здесь мы их интерпретируем как отображение из единицы в один элемент и из единицы в другой. Дальше в этой convolution bracket мы должны применить, значит, коумножение, а коумножение у нас единицу переводит в единицу умножить на единицу. То есть видите, да, то есть вот у нас есть единица там в G, которая переводит единицу в A, ну, в A, и есть другое, которое переводит единицу в B. Давайте это G назовем, это F. Тогда вот, да, тогда, значит, если мы применим эту формулу и хотим спросить себя, что такое FG, что это такое в данном случае? Мы знаем, что, ну, эта фигня, она как векторное пространство изоморфно G. Мы хотим спросить себя, как устроена скобка. Ну вот, вот по этой формуле мы должны взять единицу, отобразить ее в единицу на единицу, тут просто применить, соответственно, F умножить на G, получить A умножить на B, и тут получить, применить скобку и получить прекрасным образом скобку A с B. Да, и вообще все просто. Вот, да, значит, смотрите, давайте что-нибудь сотру где-нибудь здесь. Вот, понятно, да, пока что происходит? Или вы задавайте, пожалуйста, вопросы, ладно? Потому что нас так мало, что еще на самом деле не задавать вопросы это было бы через счет. Конечно. Когда я говорю про ряд Тейлора? Да. Ну да, но вы функцию там можете нелинейную разложить, там, в ряд, не, не, ну, я не очень понял вопрос про геометрический смысл, может быть. То есть что имеется в виду? Ку-многообразии, да, то есть он говорит, что как бы, то есть у него мантра заключается в следующем, что вот это вот, что вообще L-бесконечность алгебра, в частности, даже алгебра Ли, это L-бесконечность алгебры, то есть это ку-многообразие такое, то есть это, бывают не линейные ку-многообразия, а бывают линейные, то есть это означает, что есть векторное пространство, ну, такое, ну да, градуированное, комплекс даже может быть, ну да, векторное пространство градуированное, От него есть симметрическая алгебра, и на этом деле действует q, которая степени плюс 1, кодифференцирование, q алгебра, и в квадрате равно нулю. Вот это условия. Первое и второе. И, собственно, утверждается, что вот это некая общая схема. Значит, в нее вкладываются даже алгебры ли, как мы видели, с помощью комплекса Шевалей-Ленберга, и вкладываются более общие вещи. Если коэффициенты Тейлора в случае даже алгебры ли у нас только линейные и квадратичные есть, да, вот эти проекции. А могут быть еще там кубические и так далее. Это приводит к более общему понятию или бесконечной алгебры. Теперь, какое бы ни было это q в плане своих компонент, вот это дело интерпретируется таким образом, как, значит, вот векторное поле, нечетное, значит, нечетное векторное поле на многообразии v, сдвинутом на единицу, что бы то ни значило, и вот альфа принадлежит v, сдвинутой на единицу, это решение Майора-Картана, вот, тогда и только тогда, когда q, что бы то ни значило, вот в этой точке альфа равно нулю. То есть, собственно, вот это является интерпретацией. Давайте я не буду вот в сию секунду придавать этому смысл, но просто дальше он говорит, что если есть нелинейное отображение, которое коммутирует с q, и если q в одной точке там равно, ну, одна точка это ноль, q, значит, ее образ это ноль второго q. Вот, но я это говорю немножко другим образом, на мой взгляд, несколько более вот алгебраическим и понятным, а именно я говорю, что вот Майор-Картан от g, значит, мы его интерпретируем как Майор-Картан, вот в связи с тем, что там было сказано, от внутреннего хома, от единицы, вот, в дж-векторных пространствах, от единицы в g, да, вот, вот это мы уже там написали. Теперь это то же самое, что хом в случае в дж-ко-алгебрах от единицы, вот от этой ко-алгебры в вот этот Шевалей-Ленберга от g с постоянными коэффициентами. Все. Значит, теперь совершенно очевидно, что если у нас есть c плюс g1, х в c плюс g2, х, которое есть отображение дж-ко-алгебр, то я могу взять, вот, если я тут напишу g1, вот, то я могу взять посткомпозицию вот с этим вот f. То есть я могу взять вот эту штуку с помощью f отобразить во вторую. Если у меня вот это отображение дж-ко-алгебр, то и композиция будет отображением дж-ко-алгебр, да, то есть это отображается в хом, дж-ко-алгебр, и тут я уже пишу от единицы, значит, в c плюс от g2. И это, значит, просто композиция с моим вот этим f. Вот, ну да, единица, да, мы тут это так условились писать. Ну вот, а это, в свою очередь, по тому же самому, это, значит, маркартан от хома от единицы в g2 уже, вот, а это то же самое, что маркартан от g2. Ну вот, и вот это устроено как бы таким образом, что опять-таки я использую вот эту свою любимую формулу про маркартан и вот эти вот двойственности квилина, вот, и получается, значит, вот это все в одну строчку. Теперь, значит, ну это, по крайней мере, очень четкое алгебраическое доказательство, да, остается только проверить, что, ну это довольно очевидно, потому что дело в том, проверить, что формула, которая это дает, будет ровно вот такая, вот экспоненциальная для f со звезды, вот такая. Но это совершенно очевидно на самом деле, потому что то, что мы тут делаем, это на самом деле мы применяем не f же, а вот f с крышечкой, потому что f у нас это просто проекция f-генератора. А если мы теперь вспомним, как пишется f с крышечкой, то мы все увидим. Нет, 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 у нас это не морфизм, это даже куалгебра, тут уже l-бесконечность, морфизм. Морфизм, l-бесконечность, это и есть по определению морфизм даже куалгебра. Нет, там не будет равенства, там будет равенство, множество факторов, множество по действию калибровочной группы, но мы потом к этому вернемся. Само по себе не будет, это будет две квадрики, это разные множества, но у нас же есть еще действие нулевой компоненты такими экспоненциальными потоками. Помните, мы говорили, функтор деформации. Вот эти будут равны действительно, а это нет. Но тем не менее, вот есть такой вот перенос, вот я надеюсь, что это доказательство понятно. Нормально, да, тут было сказано? Или вопросы есть? Блин, ну я не знаю. Но если у вас есть вопрос, задайте, пожалуйста. Хорошо? Да, хорошо. Ну вот, ну в общем, значит, значит, прекрасно. И все, я уже и так проговорил на эту тему дольше, но хотя бы не все занятия. В общем, это то, что я хотел бы об этом знать сегодня. Сейчас, а где оно? Вон там. Вот. И вооружившись этим знанием, я хотел бы, значит, сказать, что мы будем строить вот такое вот F из поливекторных полей на векторном пространстве, значит, в вот этого самого Хокшельда от симметрической алгебры от V. Я со звездочкой. Я напомню, что, значит, вот это, это даже алгебра Ли, даже алгебра Ли с D равно нулю. И это, это даже алгебра Ли, ну только нужно тут сдвинуть на единицу, чтобы это были даже алгебра Ли. Вот. Даже алгебра Ли, значит, ну да, даже алгебра Ли, вот, со скобой Гейсенхайбера и дифференциалом Хокшельда. Но это мы уже много раз объясняли, это мы не будем повторять, изучать, повторять. Вот. В общем, просто вот это мы хотим построить. То есть вот такие вот компоненты, F1 из поливекторных полей в этого самого Хокшельда, значит, вот, сохраняющие потом F2, лямбда 2 поливекторных полей в Хокшельда, сдвинутого на минус 1, F3 из лямбда 3, Хокшельда, значит, сдвинутого на минус 2, и так далее. И вот все это должно вот этому для каждого n, должно вот это вот для любого n, больше либо равно, значит, единице, должно быть такое равенство. Значит, можно еще раз напомнить, что эти равенства значат. Значит, для n равно единице, это просто означает, что dF1 от g от гамма равняется f1 от d гамма. Значит, то есть это просто означает, что f1 отображение комплексов. Ну вот мы знаем уже одно отображение комплексов, а именно мы знаем, что есть отображение Хокшельда-Костен-Розенберга. И мы сейчас напомним, что это такое, и мы вот его и положим. Значит, напомню, что вот это вот Хокшельд-Костен-Розенберг, он переводит гамму в такую вот К-цепь, f1, fk. Значит, гамма это k-векторное поле, вот, переводит в f1, fk, там на единицу k факториал, гамма от d, f1, d, fk. Или на том языке, к которому мы сейчас переходим, я объяснял, что это рисуется вот таким вот графом, да, как оператор, где тут сидит гамма, а тут сидит f1, так далее, fk. Это вы помните, да, я надеюсь? Помните, да? Вот, поэтому, значит, мы так и положим, что f1 равно Хокшельду-Костен-Розенбергу. А дальше наши там более старшие условия, они уже менее тривиальные. Например, df2 от g1, от гамма 1, гамма 2, значит, что это, собственно, да, говорит, минус f1, минус плюс f1 от f2 от d гамма 1. Ну, d гамма 1 у нас равны нулю, да, поэтому мы их не будем выписывать. Вообще говоря, тут еще есть d гамма 1 и d гамма 2, но они равны нулю. Ну, давайте выпишем, да, все-таки для начала. f2 от d гамма 1, гамма 2 минус плюс, минус плюс f2 от гамма 1, d гамма 2. Вот, и это должно быть равно, значит, f1 от гамма 1, гамма 2, вот, минус f1 от гамма 1, f1 от гамма 2. То есть это означает, что вот эта скобка, соответственно, в g2, а эта скобка в g1. То есть это означает, что f1, которое есть отображение комплексов, оно есть отображение алгебры Ли с точностью до полного дифференциала некоторого f2, потому что что написано тут, как я уже говорил, можно написать, как d полное f2, вот таким вот образом, вот гамма 1, гамма 2, да. Вот, то есть в этом смысле, если вот разобраться так, это означает, что f1 удовлетворяет тот же свой кобе с точностью до некоторой гомотопии. Ну и так далее. И вот эти выше вот дают некоторую когерентную систему высших гомотопий. То есть f2 должно быть, значит, чему-то там удовлетворяется, для чего-то там, по модулю чего-то своего. И вот это все дает вот то, что вот эта система вот этих квадратичных уравнений на них, которая должна быть выполнена. Единственное замечание, это то, что в нашем случае вот эти два члена равны нулю, потому что на поливекторных полях нет никакого дифференциала по определению. Ну, я надеюсь, понятно. То есть там нужно найти такое d2, что его d Хогшильда в нашем случае это вот как бы препятствие к вот этому делу. Ну, я на самом деле на первом занятии, то есть на первом, где я графы рисовал, я уже не помню, пару раз назад, вот я и пытался там нарисовать какую-то сумму этих графов и даже помедитировать, почему наивно это не будет. Помните, да, наверное? Ну, я не хочу сейчас в это снова вдаваться, потому что, ну, если вдруг интересно, можно будет обсудить. Вот, окей. Значит, теперь, теперь, как я это все буду теперь строить, да? Вот, значит, такая вот, значит, ну, значит, первое, давайте я повторю одну вещь, которую я уже говорил, сейчас я уже перехожу к конкретным вещам, уже не к этим общим. Вот, давайте только так чуть опущу, чтобы все общие вещи были видны. Вот, значит, ну, да, значит, идея в том, что я хочу рисовать вот эти операторы, там, fn, делать, хочу, хочу делать, хочу строить, не делать, строить, по графам, по, как суммы по графам, как суммы по графам. Сейчас я напомню, что за графа, значит, а именно fn от гамма-1 гамма-n от f1 fm, то есть это, оно должно быть как бы m к цепью, да? Вот. Да, ну, то, что доказать то, что он квази-изоморфизм, мы это просто будем иметь автоматически, потому что мы начинаем с первого члена, который есть, Хохшильдкост-Розенберг, а про него мы уже знаем, что он квази-изоморфизм. Поэтому вся задача это построить. На самом деле я через пару раз вам расскажу такую замечательную теорию препятствий, которую вот тоже концеечку этот момент придумал, который аналог вот теории препятствий для продолжения непривных в топологии, для продолжения непривных отображений, значит, из CW-комплексов. То есть можно воспринимать нашу вот эту задачу, вот у нас есть некоторый CW-комплекс слева и какое-то там пространство справа, и мы хотим как бы искать препятствия в гомотопических группах там правой части. Вот. И вот есть так, значит, и вот в чём заключается утверждение теории препятствий. Сначала мы пишем некое препятствие, значит, в котором, если оно буквально равно нулю, то можно продолжить непосредственно, но оно всегда является некоторым классом когомологий, и если этот класс когомологий равен нулю, то тогда, значит, вот можно вернуться на один шаг назад, там чуть-чуть поменять на эту границу, и тогда уже у нас новое, помененное будет равно препятствие нулю on the knows, и тогда, значит, можно продолжить. Вот консейш построил это точно так же, ну, видишь, построил, он пытался, это была его первая попытка, он пытался вот посмотреть, где лежат препятствия, но показал. Сразу оказалось, что у него эти f-it-ы построились там до какого-то пятого или шестого, то есть очень легко. Показалось, причём буквально две строчки, показалось, что там до какого-то там довольно уже серьёзного шестого никаких препятствий нету. Ну, как было бы странно, если бы они на шестом появились, были бы какие-то чудеса. Но это было чисто алгебраическое рассуждение, а потом уже было придумано вот это, которое матфизическое. На самом деле, у меня есть такая вот как бы педагогическая мысль, которую я пару раз опробовал, и это было успешно. Ну, то есть обычно я её опробовал, ну, успешнее всего я её опробовал, когда просто одному человеку, очень хорошего математику, который не знал, тем не менее, эту науку, вот пытался с помощью вот этой первой работы по теории препятствий сделать, как бы ввести в то, что такое, значит, теория, вот доказательства Тамаркина. Вот оказывается, что если вот это вот рассуждение концеича применить в каком-то смысле только в контексте Е2 алгебр, то всё уже работает. И вот в этом и есть как бы мысль Тамаркина в каком-то смысле. Но это мы потом к этому вернёмся. Нет, нет, его невозможно закончить. Там оказывается, что препятствия лежат в граф-кагомологиях, а эти граф-кагомологии невероятно сложная вещь. Это некие кагомологии алгебры Ли Шевалеринберга, которые не посчитаны. И вот оказывается, да, что их невозможно посчитать. Нет, нет, он не мог это закончить, но вот оказывается, что если мы как бы будем брать, мы как бы вот, просто смысл в том, что мы продолжаем, вот то, что мы делаем тут, это мы строим вот эти вот компоненты как алгебры Ли. То есть мы как бы хотим построить из резольвенты алгебры Ли Ж1 в алгебру Ли Ж2 такое отображение, как было объяснено. А если мы теперь посмотрим, что на поливекторных полях есть структура не только алгебры Ли, а есть еще произведение этих полей. То есть у нас на вот этих, на поливекторных полях есть же вот такое произведение, и есть эта вот скобка степени минус 1, и они согласованы таким образом, что гамма 1, гамма 2 на гамма 3 у нас равно, соответственно, гамма 1, гамма 2 на гамма 3. Тут надо написать какой-то очень хитрый знак, типа, я не знаю, типа гамма 1 на гамма 2 минус 1 или что-то в этом роде. Вот. И тут нужно написать гамма 2 на, или наоборот, на гамма 1, гамма 3, да? Вот. И, собственно, это был способ, по которому, если вы помните, как мы определили эту скобку с Хоутона, да, то есть мы сказали, что, ну, что есть, что вот, ну, как бы, что можно продолжить, то есть есть вот единственный, можно написать явную формулу, конечно, ну, можно просто, ну, написать, как это делается, вот, есть формулы, мы напишем через какое-то время, но морально происходит вот это. Вот. То есть это, вот это вот называемый, на самом деле, вот это вот операда, то есть в которой есть вот, вот, есть такая вот операция, есть скобка, и есть, значит, они согласованы по правилу ледницы, вот это коммутативно, ну, градуировано коммутативно, ассоциативно, это ли, и еще есть вот это вот согласование, это называется правило ледницы, вот, то, значит, тогда вот это все тоже описывается, как алгебр над некоторой операдой, и эта операда, это, значит, такая операда, что нужно взять операду гомологии, операды Е2, ну, там, с Q, например, и это называется, значит, Е2 маленькая, вот, и, вот, то есть это удивительно, да, довольно, что на самом деле вы берете, вот что такое Е2, Е2 это топологическая операда, от которой n-т компонента, это конфигурационное пространство дисков, не пересекающихся, не пересекающихся в диске радиуса 1, радиуса 1, то есть это означает, что вот у вас Е2 от n, это такая ситуация, это у вас есть диск радиуса 1, и в нем есть несколько таких дисков n, как-то пронумерованных, от 1 до n, разных радиусов, которые не пересекаются, вот, вот это, собственно, вот это, не, ну, они могут пересекаться по точке, я думаю, да, но дальше не могут, вот, это является, собственно, операдой маленьких дисков, мы думаем об этом, что мы как бы, то есть что является операдой малых дисков, вот это некое топологическое пространство, которое есть конфигурационное пространство всех таких дисков, не пересекающихся разных радиусов, внутри диска радиуса 1, то есть это не буквально вот то пространство, которое нарисовано, а вот то, что нарисовано, это точка некоторого конфигурационного пространства, и мы рассматриваем некое конфигурационное пространство. А операция, операция, это наруска большой, совершенно верно, да, да, совершенно верно, да, что у нас, если есть теперь вот, например, вот, давайте я напишу с двумя дисками, если есть такая ситуация, и теперь у нас вот здесь есть, мы хотим сюда вклеить диск, в который там еще несколько дисков, а сюда диск, в котором вот еще несколько дисков, то мы просто берем, вот смотрите, вот эти диски имеют радиус 1. И это тоже радиус 1. Значит, что мы должны сделать? Мы должны рескейлить вот эти диски, просто вот подобно их уменьшить, так, чтобы они имели вот такие радиусы, и просто после этого параллельным переносом эту картинку перенести. И результат у нас будет, соответственно, вот такой, что у нас будет вот здесь и здесь, значит, здесь будет вот 3 таких дырки еще, вот я просто подобно уменьшил, да, а здесь будет 4. Ну и после того, что я вот это сделал, я теперь границы вот этих дисков просто типа стираю, и у меня получается вот такая конфигурация 7 вырезанных дисков. Вот, но это некая, значит, топологическая операда, и оказывается, что ее гомологии, и они описывают в точности вот эту ситуацию. Это теорема Коэна, Коэн, 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 да. Вот, которую в 70-е годы доказал. Вот, то есть на самом деле, ну это так или иначе, это некое отступление пока, то есть есть некая вот такая вот операда. И теперь вот можно взять как бы резольвенту G1, вот, только не как алгебру Ли, а как вот эту самую Е2 уже алгебру, и отобразить в G2. Вот, и попытаться сделать то же самое, то есть строить такие же компоненты Тейлора, и, значит, смотреть препятствия. Ну, выясняется, что на самом деле, так как вот тут мы намного больше условий накладываем в степени, есть свободы меньше, то есть чем над большей операдой мы эту хрень хотим осуществить, тем у нас как бы меньше препятствия, потому что больше жесткости в каком-то смысле. То есть вот оказывается, что вот у такого препятствий действительно нету. Но тут возникает одна, и это вот можно довести вычисление до конца, просто нету. Но тут хитрость заключается в другом месте, а именно, что у нас на самом деле на комплексе Хокшильда никакой вот структуры вот такого вот нету. То есть вот это у нас есть на поливекторных полях, вот эта структура Ерсенхабера, а на комплексе Хокшильда у нас, ну, есть что-то похожее, то есть у нас есть там ПСи1, ПСи2, да, вот есть такие вещи, А1, там, АН, можно написать, как, значит, ПСи1 от А1, там, АК, там, на ПСи2 умножить на 2, на ПСи2 от остальных. Такое есть, и есть вот эта вот скобка Ерсенхабера, которую мы тоже уже изучили, да, вот, когда вот, то есть есть скобка, есть вот эта штука, но нет согласования. ПСи1 от ПСи2, ПСи3 не равно ПСи1, ПСи2, там, ПСи3, плюс, там, соответственно, второй член ПСи1 на ПСи2 на ПСи1, ПСи3. То есть эта штука, она выполняется только с точностью до гомотопии, она не равна, она равна с точностью до гомотопии, то есть смысл в том, что вот это вот, собственно, называется гипотеза и деления для кацепей Хокшильда, что есть такая структура, но она, но её как раз можно описать, вот, как некое действие операды не гомологий, как вот здесь, а соответствующих цепей, то есть это топологическая операда и цепи на ней, это операда в цепных комплексах, и вот эта операда в цепных комплексах действует. Это первый вопрос о площадке, да? Ну, да, да, то есть смысл в том, что на самом деле вот этот вот подход, то есть я сказал действительно, что препятствия, если мы это будем, вот ту пока не сказанную науку Канцейча, первую алгебраическую, делать не надо ли, а на Е2, то препятствия будут равны нулю, и это вот и есть основное наблюдение там Лема-Тамаркинг. Вот, но сложность применения, и они намного, естественно, да, легче считать, ну как, их там надо чуть повозиться, чтобы посчитать, но это не есть что-то вот такого уровня сложности. Вот, ну и дальше, но проблема возникает в том, что у нас правая часть, она, конечно, алгебра Ли, но она не есть Е2-алгебра, и вот на самом деле решение вот этой вот гипотезы, соответственно, Делиня, это по части появления иррациональных чисел и так далее, это примерно за ту же цену, что построить вот этот вот мархизм формальности, как бы вот то, как мы это сейчас будем делать. То есть вот при таком подходе вот эта трансцендентность, она вот там. Да, много где уже на самом деле, и сейчас даже, ну я не знаю, с моей точки зрения доказательства там, ну не то, что с моей, а вообще, что, но самое такое прикольное доказательство, это, наверное, Маклюра Смита, и есть там концептуальное переосмысление этого Миши Ботанина, вот, и, ну даже существенно, да, дополнение, но вообще вот, как бы такое вот, ну как бы, просто все предыдущие доказательства, они работали там, насколько я понимаю, не знаю, вот по-моему, в конце часа Вильмана, он использовал, что это, они использовали, что это какие-то комплексные там эти самые, в общем, я не знаю, но, короче говоря, Маклюр Смит работает над рациональными числами, вот, и это, то есть, как бы не используют никаких тринцедентностей. Ладно, давайте мы все-таки уже вот, чуть дольше я поговорил, давайте, значит, мы вернемся к нашему, к реализации нашего плана. Я сейчас напомню некоторые вещи, которые, значит, я один раз говорил, но их не грех повторить, про то, как я хочу использовать, значит, вот графы. Или сейчас, или мы уже час позанимались, может быть, нам надо сделать перерыв, да, сделать? Ну, давайте минутки на три сделаем, 4-5, короче, как подтянетесь, мы начнем снова. Еще раз. Думаю, могут, да, а как иначе? Можно осмотреть другую операцию, с которой это запущается, с которой они должны пересекаться полностью. Это же тоже будут операции, правда, и вот интересно, одна и та же операция, или, ну, как бы, они не домашние? Нет, нет, там, ну, в этом смысле гомотопически это будет одно и то же. Смотрите, там на самом деле вот про эти диски можно думать таким образом. Давайте мы сотрем диски, пускай они даже могут… Нет, смотрите, там главное, что все радиусы вот этих дисков, они строго положительны. То есть радиусы не могут быть нулю равны, они строго положительны. Вот, смотрите, давайте мы теперь сотрем все эти диски и напишем вот просто их центры. Вместо каждого диска напишем центр. У нас получится конфигурационное пространство точек. И они уже все разные. И вот тут вот важно, что они все разные. И важно следующее, что вот если диски, вы так можете один в другой вклеить и получить топологическую операту, то когда у вас есть конфигурационное пространство точек, вы не можете вклеить. Вот, а вот мы, собственно, об этом и будем говорить сегодня или в следующий раз, что мы должны ее компактифицировать. То есть мы должны как бы вот, когда точки, например, 2 или 3 там сливаются, мы должны это дело раздуть в каком-то смысле, как раздутие диагоналей, что ли. Да, и получается некая компактификация. Она, собственно, называется оператой Фултона-Макферсона. И вот это вот операта, вот эти пространства компактифицированные, Фултона-Макферсона, они уже являются, значит, оператой. Ну, то есть на ваш вопрос я отвечаю следующим образом, что независимо от того, касаются эти диски или не касаются, когда я рисую центры и забываю про сами диски, то у меня получается одно и то же. Под компактификация, я понимаю, или еще? Да и до компактификации получаются те же открытые пространства. А оператой это, не, не, просто я имею в виду, что гомотопически никакой разницы на самом деле нету. Ну и оператой, если вы говорите, а гомотопически эквивалентно, или прямо у меня нет? Ну просто вы можете одно там вложить в другое, но, камон, ну вот если у вас там то, что не касается, ну то, что касается, это большее чуть-чуть просто. Да, эквивалентно. Вот если вы сотрете все диски, а ставите только центры и это самое. Да, но это вот грады. Вот сами грады, они у нас такие эквиваленты, да? Причем, минимум, как пространство. Как пространство, а просто обычное, то есть обычное вложение, оно, ну, того случая, где они могут касаться, в то, когда не могут, да? Оно является, естественно, оно согласовано с этой композиции. А то, что они гомотопически эквивалентны, я бы стал показывать таким образом, что и то, и другое гомотопически эквивалентно вот пространству центров, скажи. Да, 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 да. Ну, производный, ну, квилен эквивалентный. Ага, понятно. Да. Да, да, да. Нет, там красиво. На самом деле, если хотите об этом почитать, есть, кстати, вот, может быть, вы на вашем семинаре, можете, вот, у вас же там сейчас продолжаются все эти семинары. А, нет, есть две работы, вот, они сложные довольно, они там вовсю используют модельные категории, и там разные довольно нетривиальные вещи. Вот, вот есть две работы про вот это дело, вот, Бергер и Мурдяйк. Я не помню название, но могу скинуть, если хотите. Могу вам скинуть. Да, их две, вот, или две или три на эту тему. Вот, и там, собственно, эта теорема, она доказана. На самом деле, это, мне кажется, что есть еще тезис Чарльза Реско, вот, есть, он это раньше там сделал в каком-то контексте. Вот, но обычно вот сейчас ссылаются на Бергера и Мурдейка, потому что они там, как бы, там есть одна очень нетривиальная идея, на самом деле, про то, что можно двумя способами определять кофебрантность операды. То есть, вообще говоря, такой наивный способ был бы, что это, ну, как свободная алгебра. То есть, такая вот операда, которая свободно порождена некоторой симметрической последностью. То есть, операда таких деревьев, которые порождены симметрически, ну, которые индексированы, там их вершины, или, как это сказать, не индексированы, а лейбл, нет, да, некоторыми элементами симметрической последовательности. Вот, но это был бы очень сильный вариант, и такое в природе очень трудно строить. Но они показали, что можно посмотреть, да, и вот есть такая теорема, оказывается, что если есть такая операда, то симметрическая группа автоматически действует свободно на компонентах. Вот на этой вот свободной хреновине, если у вас есть операда деревьев, то там симметрическая группа действует свободно. В принципе, это довольно логично, на самом деле, да. Вот, а дальше, значит, оказывается, что можно просто вот принять вот это условие, что симметрическая группа действует свободно, и не требовать кофебрантности. Это называется у них там сигма кофебрантность, вот когда симметрическая группа, то есть сама операда не обязательно свободна, но симметрическая группа действует свободно. Оказывается, что вот такие вот резольвенты, которые намного легче строить, это является достаточным. То есть мы можем как бы брать вот такие кофибрантные резольвенты и тогда категории алгебр тоже квилен-эквивалентны. Вот это довольно важная новая вещь, которой нет у резко и есть там у Бергера Мурдейка. Давайте я лучше вам пошлю. Я сейчас не вспомню, я вам просто пришлю. Или могу в это… Слушайте, ну мне кажется, лет 10 назад или может 12. Довольно свежие, да. Нет, но на самом деле Бергера – это вот эти классические две работы. Они там, ну да. Нет, там есть какая-то очень хитрая вещь, есть такая очень хитрая резольвента, которая называется Bordman Fogt Resolution. Вот в первой работе там должно быть слово Bordman Fogt Resolution. Так, вот атлетическая теория для операции. В 2022 год, верно, 2005. Вот, а нет. Вот, Bordman… Да, но это… Не, ну вы в архиве бы смотрели только, а не в этом. Не, ну есть, короче, вот да, у них одна есть статья, в которой слово Bordman Fogt в названии, и там они вот, ну да. Не, а, кстати, это Bordman Fogt Resolution, это очень красивая фигня, оказывается. То есть какая-то довольно удивительная, я бы сказал, если так-то забраться. Ладно, давайте… А, они еще не пришли. Вот, ладно. Давайте. Давайте я напишу граф, чтобы не сбиться с курса. Я подсел на эту воду, реально хорошая. Байкал. Пишут, что они ее с Байкала привозят. Есть еще такая тема, что будто вся вода с Байкала, ну и не вся, но много, некоторая часть идет китайцам просто напрямую. Я не знаю, правда это или нет, но как он говорит, заказано, что-то и нам перепадает. Ну, Байкал, Байкал. Но, тем не менее, есть какие-то такие экологические, на эту тему были разговоры, что воды в Байкале меньше становится, якобы, из-за того, что слишком много идет китайцам. А сколько это правда, я не знаю. На самом деле, может быть и правда, а может и нет. Вот. Ну, короче, давайте, значит, я скажу в чем, да, значит, теперь наша задача это вот построить. Значит, в чем идея? Что мы хотим, значит, FK, это сумма по графам. Сумма по графам. Причем, значит, сейчас я объясню, каким графам. Причем вот каждый граф, он нам дает две сущности. Он нам дает элемент Хокшильда, элемент комплекса Хокшильда. И вот это мы граф и по гамма-1, там, гамма-n, да. Это мы в прошлый раз как бы строили. И он дает нам число комплексное, которое есть вес. И вот этот вес, это интеграл, это интеграл по конфигурационному пространству некоторому. По некоторому конфигурационному пространству CNM. Причем, значит, смысл в том, что каждое ребро графа, ему будет сопоставляться один форма на этом пространстве каждому ребру, каждому ребру гамма. сопоставляется один форма на CNM. Вот. А дальше, значит, размерность этого CNM, она равняется 2N плюс M минус 2. Вот. И ребер у графа, вот я это говорил, и как бы сейчас напомню, почему. Ребер тоже 2N плюс M минус 2. Если у вас есть как бы точки, да, двух типов, вот есть N точек таких, первое типо, это куда вы поливерторные поля сажаете, и N точек таких, куда вы функции сажаете. Вот. То есть, значит, получается, что вот мы, сейчас я повторю, вот то элементарное, элементарное как бы вычисление, которое приводило к этому ответу 2N плюс M минус 2, и поэтому мы рассматриваем графы, то есть это мы вот насильно делаем, ну да, то есть не насильно, а мы вот показываем, что ребер алгебраически должно быть 2N плюс M минус 2, и дальше мы подбираем как бы конфигурационное пространство такой же размерности, каково пространство ребер, каково количество ребер. Вот. И после этого мы как бы каждому ребру сопоставляем некую один форму. Вот. После этого мы берем произведение по всем ребрам, по всем ребрам E этих один форм, вот D, FI, E, вот она называется D, FI, E. Но она, это просто наименование, она на самом деле, FI это не функция, а функция с точностью 2P, там у нее есть монодромия, поэтому D, FI это замкнутая форма, а FI сама многозначная функция, как бы, ну такое вот обозначение. Вот. И мы берем, значит, по всем ребрам и берем потом интеграл по C, N, и это и будет вес, который, ну там, делим на какие-то факториалы, и это и будет тот вес, который мы сопоставляем нашему графу. Значит, вот, собственно, вот я хочу сегодня эту тему развить дальше, чтобы мы в следующий раз уже, наверное, могли просто доказать. Ну или, по крайней мере, большую часть доказать. Вот, значит, еще раз. Значит, я, первое вычисление было в следующем. Вот я в прошлый раз его буду подглядывать чуть-чуть. Вот, я его в прошлый раз, значит, демонстрировал. Вот я хочу поставить FN, который из лямбда N Т-поли, да, вот этих, в Хохшельда, и это сдвигает степень единицы минус N. Вот, значит, допустим, я его применяю FN от гамма-1, значит, гамма-K. Причем, заметьте, что здесь у меня вот степень, вот, которая алгебра Ли, вот здесь нужно их считать с такими степенями, эти гаммы, какая степень в алгебре Ли. А степень алгебра Ли, она на единицу меньше, чем степень, арность поливекторного поля. То есть векторное поле, его арность равна единице, а при этом скобка двух векторных полей снова векторная. То есть в алгебре Ли векторные поля имеют степень 0. И вообще K векторное поле в алгебре Ли имеет, значит, степень K-1. А функция имеет степень минус 1. Вот, поэтому, значит, если я все применяю вот здесь вот к гамма 1 гамма k, у которых вот их арности, как поливертонных полей, равны от гамма k то и то равняется гамма и то, то вот степень того, что у нас есть, степень аргумента, тотальная, она равна гамма 1 минус 1 плюс гамма n минус 1, то есть это равняется сумма вот этих арностей, гамма n минус n. Правильно? Вот это я посчитал как бы сумму арностей. Теперь предположим, что вот здесь у меня будет некая концепь, которая принадлежит Хокшельду из а в степени m в а. Тогда значит здесь у меня степень будет равна тоже не m, а m минус 1, тоже на единицу меньше, по тем же самым соображениям как бы. И должен быть еще сдвиг на единицу минус n. То есть, грубо говоря, я должен взять вот это вот гамма 1 плюс гамма n плюс минус n, теперь еще раз сдвинуть на единицу минус n, и это должно быть равно m минус 1. Ну, это в точности означает, что это как бы на уровне грандуированных пространств сдвигает степень комплекса на единицу минус n. Вот, ну и если мы тут это дело посчитаем, то у нас получится, что сумма гамма 1 плюс гамма n равняется 2n плюс m минус 2. Вот, а с другой стороны мы же как рисовали, да, дальше я хочу напомнить, что вот эта вот сумма гамма 1 плюс гамма n, это количество ребер, ребер в моем графе. Вот, и сейчас я напомню почему, потому что мы… К少гли немало вместе. Ага. Ну,ева şeyi совсем не знаете. Вот, но мы же хотим. Ну, BY С nineteen С, 똒, если мы всеы же начнем, то есть оборудовая. Ну вот, теперь стоит напомнить, каким образом я ассоциировал с графом вот эту первую сущность по элементу Хокшильда. То есть как ассоциировать с гамма и гамма 1, гамма n элемент Хокшильда, комплекса Хокшильда. Вот, это у нас было, но я напомню, значит, смысл был в том, что я рисую граф, у меня есть гамма 1, там гамма 2, вот такого типа. Вот, граф, в котором, вот у него есть вершины первого сорта и второго сорта, значит, вершины первого типа. Сорты это слишком сексистски, наверное, по отношению к тем, кто второго сорта. Вот, если бы я такой в Бельгии сказал, наверное, то были бы последствия. Ну, короче, да, сорта, наверное, лучше говорить про Ситрину, а там свежесть, там свежесть. А тут, значит, типа, вершины первого типа и второго типа. Вот те, которые, значит, на плоскости находятся, вот, собственно, вот эти, это первого типа, а вот эти, это второго типа. Вот, и, да, и, значит, вот в эти вершины первого типа я сажаю поливекторные поля, вершины первого типа сажаю поливекторные поля, причем я их должен там пронумеровать, нумеровать векторные поля, а в вершины второго типа, значит, я сажаю функции. Функции, то есть гамма-1, гамма-n, а это функции f1, fm. И, значит, я хочу всему этому делу поставить соответствие, вот этим данным я хочу поставить соответствие выходную функцию, как бы, выходную функцию, которая будет являться значением как раз вот того, что я беру, значит, вот этот оператор, я, давайте его назову f-гамма, вот этот оператор, я его, строится он по, значит, вот этим самым, n, вот, и, и вот я это дело хочу получить m к цепи Хокшильда, и я, значит, применяю к m функциям, и вот что-то получу в ответе. Вот это вот то, что я получу в ответе, я хочу найти. И тогда, тогда fn будет равняться сумме по всем графам гамма, у которых n вершин первого сорта m второго и 2n плюс m минус 2 ребер, да, и тут будет стоять вот w гамма умножить на f гамма. То есть вот формула вот такая. Вот, то есть эти вот f, они будут приходить с какими-то коэффициентами, и это даст fn, кажется. Вот, значит, давайте, вот смотрите, я уже тут, уже близок, наверное, должен быть конец, но давайте я еще минут хотя бы 15 поговорю, если вы поздравите. Можно? Вы сегодня не спешите? Ну нет у вас сегодня спешки какой-то? Я бы еще хотел чуть-чуть поговорить, но в качестве исключения. Уважаю слушатели. Не, ну просили, сейчас долго не говорить. Вот, значит, вот, да, я хочу построить выходную функцию. И, значит, как я эту выходную функцию строю? Ну, был рецепт некоторый дан, что, значит, эти вершины у меня пронумерованы, и эти тоже пронумерованы, и эти нумерации важны. И еще у меня, значит, вот на каждое ребро я сажаю свои, тут уже неважно на самом деле, ребра не обязательно должны быть пронумерованы, то есть на каждое ребро я сажаю, на каждое ребро я сажаю инвариант, инвариант, вот, v со звездочкой на v, e, v со звездочкой на v. Ну, на самом деле, можно сказать, что я сажаю некоторый индекс i на некое ребро, то есть, потому что этот инвариант, это, значит, e, это сумма x и t на x и t, да, где, ну вот, да, то есть x это базис v, ну да, вот, допустим, x и t это базис v, базис v, а x и t это базис, ну, если говорить честно, это даже базис не v со звездочкой, а v со звездочкой сдвинутым на единицу, но это неважно, если у нас есть базис v со звездочкой, мы можем просто его сдвинуть, то есть нам нужно базис в двойственном пространстве, давайте я не буду вас смущать этим сдвигом на единицу, но умеете, имейте в виду. Вот, и, значит, я сажаю вот этот инвариант, но он задается просто вот с суммированием, да, где x и t на x житая, это, конечно, дельта и т житая по определению, то есть я выбираю базис тут, у меня, значит, есть дуальный базис, я пишу такой инвариант и ничего другого, значит, я не пишу, и этот инвариант определен канонически. Если я выберу другой базис, то у меня этот инвариант в другом базисе будет тому же самым равен, и в этом как бы и есть его инвариантность. Потому что на самом деле то, что я пишу, это вот эти v со звездочкой на v, оно изоморфно эндоморфизмом v, как glv модуль. модуль. И то, что я пишу, это я на самом деле имею тут единицу, и я пишу образ единицы в v со звездочкой на v. Ну и это на самом деле в качестве упражнения можете проверить, что этот образ единицы, это как раз вот равен такой вот сумме. Но так этот образ единицы ни от чего не зависит, то есть единицы ни от чего не зависят, и само отображение тоже ни от чего не зависит. Это канонический изоморфизм, он не зависит от выбора базиса. Из эндоморфизмов v со звездочкой на v. Поэтому, значит, и это ни от чего не зависит. Но вы берете любой базис, считаете, результат не будет зависеть от базис. Вот. Хорошо. Это упражнение. Вот. То есть я, значит, такой инвариант сажаю на каждое ребро. Теперь у меня ситуация такая, что у меня вот, значит, вот ребро, у него, соответственно, в его начале у меня будет сидеть v со звездочкой, а в его конце будет сидеть v. И такое у меня сидит на каждом ребре. После этого я, значит, вот эти v и v со звездочкой спариваю с соответствующими аргументами поливекторных полей и функций. И моя задача, чтобы у меня от поливекторных полей ничего не осталось. То есть чтобы все нечетные аргументы поливекторных полей, вот, они все ушли. То есть из этого следует, собственно, что таких ребер должно быть, вот из этой вершины должно исходить столько ребер, какова арность этого поливекторного поля, чтобы я этим делом мог как бы, ну, спарить все нечетные аргументы. Я сейчас напомню, наверное, это, может, уже вы забыли, это не грех напомнить. Спасибо. 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 Да, значит, что мы делаем-то? Мы как бы ребру е, мы ставим в соответствие сумму x, e, i на x, i, e. То есть у нас с каждым ребром, вот это то же самое, оно, в общем, этот базисто от ребра не зависит, но я для каждого ребра беру такую свою штуку. Вот, после этого, если у меня вот есть гамма в точке i первого типа, если у меня сидит гамма i, то, значит, отсюда у меня есть, вот, по определению, столько ребер, какова вот ребер должно выходить отсюда. И, там, допустим, это ребра e1, так далее, e, k, где вот эта штука равна k. То есть выходит k ребер, и каждое ребро мне дает такой инвариант, где вот это вот принадлежит v, а это принадлежит v со звездочкой. На самом деле v со звездочкой сдвинутым на единицу, но хрен с ним. Вот, и после этого, значит, я могу взять гамма-итер и спарить его с ksi i1, e1, вот, так далее, ksi e, k, i, k. То есть, да, то есть вот такое. И это будет функция. То есть я использую вот эти вот нечетные, вот у меня получается так, что вот эта часть, она нечетна, а эта четна, да. То есть я использую все эти нечетные начала, чтобы убить все нечетные перемены поливерторных полей. То есть имеется в виду, что поливерторное поле, давайте я только здесь буду писать, наверное, ksi со звездочкой, что ли, я не знаю даже, ну, можно без звездочки, но просто я хочу сказать, что поливерторное поле, гамма, это сумма, там, f от x1, там, x, f, i1, там, i, k, от x, k, там, не знаю, умножить на x, k, да, умножить на ksi, но только ksi со звездочкой тогда, i1, v, ksi со звездочкой, i, k. Да, вот эти вот ksi, это элементы, собственно, v сдвинутого на минус единицу, да, то есть вот тогда, значит, их двойственные элементы от v со звездочкой сдвинутого на плюс единицу, вот эти ksi, они, которые я ставлю в начало ребер, они схлопывают вот эти вот нечетные, как бы, аргументы в записи гамма, и идея в том, что все это я хочу, чтобы они все схлопнулись. Я понятно говорю или нет сейчас? Да, понятно говорю? Ну, это я повторяю то же самое, что я говорил вот в прошлый раз, что на каждое ребро я сажаю вот этот вот инвариант, v со звездочкой сдвинутого на единицу, умножить тенсорно на v. После этого вот эти вот нечетные начала я использую для того, чтобы санигилировать все нечетные аргументы в поливертонных полях, и тогда это инвариантно. Ну, короче, понятно, да, что происходит? То есть тогда, значит, Hochschild, Kost, Rosenberg у меня рисуется вот таким вот графом просто. Вот самый простой граф, вот у которого тут m вершин, тут одна, это вот такая вещь, и если вы напишите вот эту формулу, вы получите в точности гамма, единица на, ну, k фактериал это будет вес, это он потом возникнет, гамма на dx1 на dxk, вот, сумма по d, d и 1, и k, и тут сумма d по d, x, 1, f1, вот, d по d, x, и 1, и k, fk. Вот, то есть получается это сумма, вот, по всем и 1, и k. Вот, получается, значит, вот такая вот формула, это то, что я ассоциирую с этим графом, причем вот это означает буквально то, что тут было написано, что вот здесь у меня v со звёжкой сдвинутой на единицу, здесь у меня v, вот это v дифференцирует мои аргументы, вот выход, он дифференцирует функции, а вход как бы дифференцирует поливекторные поля, но по нечётным аргументам. Ну и всё, больше тут ничего нет, это как раз не высшая математика. Просто такой смысл, что по каждому, значит, графу, у которого в вершине сидит векторное поле, поливекторное поле, такой же арности, то есть, вот, грубо говоря, формула вот в чём заключается, что арность этого гамма-итая должна быть равна стару от вот иты вершины, то есть вершины иты. То есть стар — это вот количество выходящих рёбер, вот это стар v. Вот, и количество выходящих рёбер должно быть равно арности векторного поля, и тогда я могу это всё дело спарить по вершинам, спарить вершинам на плоскости, вершинам на прямой. У меня в каждой точке останется функция, и после этого я все эти функции перемножаю и получаю новую функцию. Вот в этом, собственно, заключается рецепт. И эта операция инвариантна, она не зависит от выбора базиса, потому что я в ней использую только инвариантные операции. Но это я уже объяснял раньше. Понятно, да, сейчас, или вопросы? Вопросы, вопросы. Я в целом в этой генерации не понял, что там человеку, а где мы будем действовать? Нет, ну а что, не сформулируйте, вот, пожалуйста, вопрос, если можно. Как формально? Ну, условно, на алгоритмическом уровне, что мы делаем? Что мы делаем на алгоритмическом уровне? Да, давайте вот, смотрите, вот, есть вот это вот, действительно, вот, давайте вы, может, давайте вы мне напишите просто, если будет непонятно, я с удовольствием еще раз там как-нибудь расскажу, ладно? Ну, просто вот, смотрите, давайте, вот, я сейчас вам просто, извините, за такую вульгарность обращений, ткну, вот, в некое место, где это все делается, вот, сейчас, секундочку, в конце еще, вот, в статье, вот, смотрите, вот, это секция 6.3, где вот это написано, вот, давайте напишите, вот, секция 6.3, вот, да, и вот тут вот это, как бы, вот, написано более-менее, ну, попробуйте тут посмотреть, может быть понятнее, хорошо? То есть, нет, от всего этого вердикт такой, что, чтобы это все получилось, мне нужно, чтобы количество, вот, гамма-итах было равно, вот, количество выходных ребер из этой вершины, арность гамма-итова, вот, поле верхнего поля, но отсюда следует, что сумма этих, а, так как каждое ребро, оно выходит из какой-то вершины первого типа по определению, потому что ребра начинаются по определению только в вершинах первого типа, то сумма ребер, то есть ребра, количество ребер равно сумме гамма-1 плюс гамма-N. Вот, отсюда следует, что я могу вот эту вот свою формулу вернуться к ней и написать, что это количество ребер. То есть, оказывается, что у меня количество ребер для того, чтобы алгебраически все сошлось со знаками, оно должно быть равно 2N, не со знаками, а с этими сдвигами, оно должно быть равно 2N плюс M минус 2, вот, и после этого, значит, я хочу вот каждому такому оператору f гамма еще ассоциировать некое число, некий вес, с которым я его хочу взять. Ну, значит, и тут вот уже начинается довольно мистическая идея. То есть, как мне эти веса писать, и вот почему, вот все, что я пока говорил до этого, это довольно, на самом деле, алгебраически все прозрачно и понятно, это все логически. А, в общем, довольно трансцендентная идея начинается в том месте, когда, значит, я теперь говорю, что я каждый эти граф, каждый вот этот f гамма буду брать с некоторым весом, w гамма. И этот вес будет определяться как интеграл формы степени той же самой, 2N плюс M минус 2 по конфигурационному пространству. И, вот, и, собственно, что каждое ребро задает мне на этом пространстве конфигурационном некую один форму, потом я, значит, все эти один формы в определенном порядке должен перемножить и проинтегрировать. Вот, это будет такая форма, которая, в общем, кредита даже будет иметь, на первый взгляд, особенности, но на самом деле не будет, потому что там можно придумать такую компактификацию, на которую она продолжается.